Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытый диалог» и я ее ведущая Мария Кузьмичева. Мы обсуждаем актуальные вопросы и наболевшие темы. К нам приходят люди, которым есть что сказать. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, доктор педагогических наук и заслуженный учитель Российской Федерации Лидия Николаевна Антонова. Лидия Николаевна, здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам в студию. Лидия Николаевна, сегодняшнюю нашу передачу хотелось бы посвятить детям, их воспитанию, образованию и развитию. Давайте начнем с дошкольного образования. Скажите, что вы планируете внедрить в ближайшее время, либо внедрили в дошкольное образование? Вы знаете, я думаю, что результаты последних и международных исследований российских говорят о том, что учащиеся начальной школы России показывают лучшие результаты в мире. А кто эти дети начальной школы? Это вчерашние выпускники детских дошкольных учреждений. И вот я думаю, что новые федеральные стандарты, но они уже теперь не совсем новые, те, которые уже используются в дошкольном образовании, они дают этот хороший результат. Я думаю, что то, что у нас взят курс на обучение и воспитание детей в детских дошкольных учреждениях в основном методом игры, то есть такие технологии, которые используются в игровой среде, они дают о себе знать. То, что у нас работают много спортивных программ, программ оздоровительных. Вот, например, в Московской области известная программа «Маугли». Когда-то она начиналась в Ногинском районе, а сейчас она во многих детских дошкольных учреждениях работает. То, что, например, опять-таки отличительная черта Московской области, у нас очень интересный есть учебный комплекс для детских садов. Это комплекс, который говорит о культурно-историческом развитии Московской области, но как бы языком детства. Это стихи, сказки, рассказы. Они рассказывают об основах православной культуры, такой добрый мир. Очень интересное пособие, оно во многих детских дошкольных учреждениях развивается. Поэтому я думаю, что внедрять, продолжать надо то доброе и хорошее, что помогает нашим детям в таком маленьком возрасте не потерять тот интерес, который у них с рождения к этому миру. Потому что мы все знаем, что, к сожалению, в процессе учебы интерес постепенно может угасать. И вот современные технологии, современные учебные пособия, да и вообще сами детские сады, это просто мини-дворцы, а где-то и большие дворцы, они позволяют это делать. Поэтому отличительные особенности, мне кажется, этого нашего времени, то, что в основном практически все воспитатели, тут конкретно, можно сказать, по Московской области, они – это уже представители людей с высшим образованием, со специальным педагогическим образованием. То есть мы сегодня имеем возможность готовить работников дошкольного образования в наших областных учреждениях, и Министерство образования Московской области этим активно занимается. И очень интересно организовываются курсы повышения квалификации для работников дошкольного образования. И что касается как раз нашей области, у нас одна из больших педагогических ассоциаций, самых больших, это как раз ассоциации педагогов-воспитателей дошкольного образования. У нас очень интересный центр работает в нашем институте Варихова-Зуева. И, в принципе, я думаю, что развивать то, что сегодня уже есть, ну и, конечно, думать о том, как цифровая педагогика, которая является признаком нашего времени, как она повлияет, главное, чтобы она повлияла позитивно на развитие дошкольного образования. А цифровые технологии, естественно, пришли уже в дошкольное образование, но всё должно быть в меру. Каким образом проходит квалификация, повышение квалификации у работников? Вы знаете, но есть традиционная форма, когда в определённый период работник должен подтвердить свою квалификацию, пройти курсы повышения. И у нас на территории области, по данным нашего Министерства образования, работает в этом направлении 81 научная организация, начиная с наших областных университетов и вузов, и колледжей, и многие другие. Мне кажется, что наиболее интересная сегодня форма – это когда сочетается практика с научно-теоретической подготовкой. Вот когда педагоги-воспитатели, если мы говорим о дошкольном образовании, имеют возможность посещать наиболее эффективно работающие, наиболее интересно работающие учреждения, когда они встречаются и ведут родительские лектории, когда реально есть показатели, например, хорошего здоровья детей. Потому что, как бы ни было, всё-таки цель дошкольного образования – это не подготовка к школе, это развитие способности ребёнка, это приумножение его здоровья, эта школа должна готовиться к приёму бывших дошкольников, а не наоборот. И поэтому, конечно, у нас во многих, практически во всех садах, есть комнаты для занятий, но это не должно быть повтором школы. Дети, и они хотят этого, и от природы, они хотят учиться играючи, то есть вот в игровой форме. Поэтому, кстати, одна из профессий интересных новых – это профессия того человека, который в игровой форме ведёт обучение, это такая очень современная технология. Это очень сложно, мне кажется. Но интересно. И как это проходит в двух словах? Ну, вы знаете, есть разные формы, там, начиная с Монте-Сори, которые, там, садятся дети в круг на ковре и начинают с педагогом говорить. Сейчас, кстати, есть интересная форма, которая использует наши музейные площадки, учреждения культуры, когда самые маленькие детки, буквально там два годика ребёнку, даже есть ещё и младшие приводят, они просто лежат на пузике, на ковре, они слушают музыку, они слушают слово, и вы знаете, на самом деле развитие таких детей идёт быстрее. То есть вот такие выездные занятия, я такие занятия видела в Эрмитаже, в Питере, у нас в музеях Москвы, я знаю, что мы в области пытаемся это сделать. Мне кажется, что у нас такой огромный потенциал с точки зрения прекрасных музеев подмосковных, что вот эту практику занятиями с самыми малыми группами по возрасту надо внедрять более широко. Хорошо, Лидия Николаевна, давайте мы поговорим немного о школе. Ребёнок вырос, он заканчивает её. И в этом году сколько учеников, школьников, выпустилось по Подмосковью и по городу Люберец? Вы знаете, вот по данным нашего министерства регионального Московской области, у нас 33 408 выпускника, и по Люберецкому округу у нас 1290 ребят выпускаются. То есть это достаточно большая такая армия детей, хотя сейчас демография немножко идёт на спад, это период последствий начала 90-х. Ну, вы знаете, мне кажется, каждый наш Люберецкий выпускник, он достоин двух-трёх. То есть на самом деле, вот я побывала на ряде последних звонков и видела вот такие замечательные лица наших детей, и как они благодарны школе, как они смотрят в будущее с уверенностью. По-моему, на замечательные ребята, которые в этом году выпускаются из стен школ. Да. Ну, у них сейчас ещё и волнительный период, у них сдача ЕГЭ. Скажите, есть ли какие-то изменения в этом году при сдаче ЕГЭ? Ну, по данным РОС обрано отзор, а у нас в этом году придут на государственные экзамены более 730 тысяч школьников, выпускников. Из них есть категория детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья, и более 6 тысяч, с половиной, из них будут сдавать также ЕГЭ. Это вот такая характерная черта нашего времени. Это результат интегрированного образования. И надо сказать, что каких-то особых изменений в этом году нет. Просто хочу напомнить, что есть правила, которые очень простые, но их не надо нарушать. Потому что большие разочарования, вот если забыл паспорт, или по какой-то причине, зная, что нельзя брать мобильник или какой-то гаджет, но он почему-то у тебя оказывается, да ещё может быть включённым. Ну вот здесь очень жёсткие правила, и эти жёсткие правила не предполагают каких-то изменений. В смысле, не хочется говорить слово «наказание», но по факту это есть. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день вот эта система подготовки и проведения ЕГЭ, она как бы стабилизировалась. В основном идёт работа по совершенствованию содержания тестовой схемы, тестовой системы. А вот сами условия, они достаточно подготовлены, позволяют достичь объективности, вообще смысла ЕГЭ в объективности, чтобы независимо от многих факторов человек смог показать лучшие знания. Конечно, ЕГЭ вызывает до сих пор вопросы, и вот я свою точку зрения скажу сейчас далее, но 90% по данным, опять-таки, Рособоронадзора у нас тех площадок, которые подготовлены для сдачи ЕГЭ по России, они оснащены современной аппаратурой, которая позволяет вести объективный экзамен. С другой стороны, сразу могу сказать, что споры по ЕГЭ не утихают, потому что, во-первых, много достаточно поколений, которые помнят старую систему итоговой аттестации. Мне кажется, что всё-таки очень правильно было бы иметь вариативность в этом вопросе. То есть если человек хочет сдавать по линии ЕГЭ, например, он живёт где-то в отдалённой местности, он не может приехать заранее посмотреть или поступать физически самому в тот или иной крупный вуз в каком-то большом городе, безусловно, для него ЕГЭ – это дар, потому что он может всё сделать, отправить работы свои, и это действительно замечательно. И во многих странах мира это есть. И можно сдавать ЕГЭ, вот я считаю, ну, к этому мы должны бы прийти. Не в какие-то конкретные сроки. Это правда, ну, у нас сегодня конкретные сроки. А можно было бы более так, знаете, свободно, в свободное, ну, как бы в удобное для человека время. В каких-то центрах, которые постоянно работают. Это тоже практика есть в мире. Есть, я считаю, возможность было бы вернуться к итоговой аттестации в той форме, как она была, потому что, ну, на самом деле, знаете, одни дети, вот они психологически легко готовятся к тестовой системе, а другой ребёнок, он привык, или в него так изначально заложено, что ему легче в диалоге, легче, когда он видит глаза экзаменатора. Конечно. Поэтому вот сегодня есть та система, которая есть в соответствии с законом. Но никто не запрещает нам её совершенствовать, чем мы и занимаемся, депутаты, и не только депутаты, но и эксперты, и, в принципе, многие работники образования. И обсуждаем вот различные точки зрения, вот свою я бы сказала. Хорошо. Ну, мы можем надеяться, ожидать, что в будущем когда-нибудь появится возможность сдавать ЕГЭ не в определённое время, а в то время, когда нам будет самим удобно. Ну, вот я считаю, что к этому надо идти, потому что на самом деле всё-таки есть разные же категории людей. Кто-то выпускник школы, кто-то пришёл из армии, кто-то решил, что ему надо, вот, может быть, даже другой профессией обладеть и так далее и тому подобное. У кто-то, например, девушки, женщины, она вырастила ребёнка, прошёл какой-то период, ей хочется обладеть новой профессией, или она не успела обладеть. Понимаете, ну, вот все в одни рамки нельзя. Сегодня уже много сделано для того, чтобы это был более гибкий механизм. Но ещё надо много делать. Поэтому, я думаю, надеяться обязательно надо. Какие советы вы можете дать детям, школьникам и их родителям, которым предстоит сдать ЕГЭ? Что такое ЕГЭ? ЕГЭ – это испытание. Когда мы готовимся или идём на любое испытание, или экзамен – это испытание, ЕГЭ – это испытание, конечно, мы испытываем волнение. И трудно представить себе, что кто-то не испытывает. Другое дело, что степень волнения может быть разной. И подготовка к нему может дать позитивный результат. Знаете, я вспоминаю, я в школе как-то, мне кажется, спокойно сдавала итоговую аттестацию. Но это была ещё такая классическая форма. Но я помню, как я сдала экзамены в институт и приехала на троллейбусе метро Лермонтовская. И там стояли такие, сейчас их нет, а раньше стояли такие автоматы. Надо было опустить копейку, просто газированная вода. Три копейки с сиропом. Вы знаете, я, наверное, 15 раз опускала копейки. Я никак не могла понять, почему я не могу получить стакан воды. Ко мне подошёл, ну, видимо, молодая девушка, подошёл молодой парень и сказал, а ты всё время ставишь стакан дном вверх. То есть, понимаете, вот я настолько была включена в экзамен. Но это, если серьёзно, то, в принципе, главное, мне кажется, для малыших школьников, да, вот для ребят. Первый – это позитив. Вот надо настроиться на позитив, потому что, ну, я, может быть, скажу не как педагог, а просто как человек. Но нельзя всё знать. Но на самом деле, если ты хватаешься за всё, чем больше учишься, тем впечатлений, что меньше знаешь. Это уже закон. Но нельзя допускать хаос в своей голове. Сосредоточься и реши. Вот этот предмет, который ты готовишь создавать. Вот что здесь основное, главное? Если ты сможешь больше каких-то разделов охватить и повторить, прекрасно. Но сначала соберись и реши главное. Без чего нельзя, как бы, надо сдать. Обязательно сдать. И сконцентрироваться на том, что обязательно сдашь. Раз ты допущен, а, кстати, все школьники Люберецкого округа у нас допущены до итоговой аттестации. И это означает, что ты прошёл курс нормально, ты готов. И не надо впадать в этот стресс, что ты что-то не сдашь. Педагоги, проверяющие, все, кто ведут подготовительную работу, они тоже настроены на позитив, чтобы все ребята сдали. Поэтому к уловкам лучше не прибегать, а вот именно спокойно готовиться. Но вот здесь возникает вопрос, в каких условиях дети готовятся. Конечно, семья – это такой, знаете, очень сложный механизм. Я просто хочу повелать родителям в любой семье, в самой благополучной, в самой, где спокойная атмосфера. Ну, атмосфера… Ну, не бывает только хорошая погода. Бывают какие-то разболвки у родителей, там ещё какие-то проблемы. Вот я прошу всех чинов семьи, у кого ребёнок готовится к ЕГЭ, вот всё на второй план. Вот первый план – это сейчас ваш ребёнок. Он должен пройти ЕГЭ, во-первых, с хорошим результатом, и сохранить здоровье, чтобы этот стресс… Вот помните, стаканы, чтобы он правильно всё делал. Поэтому договоритесь, не повышайте голос, не выясняйте сегодня эти отношения. Сделайте атмосферу благо такой желательной. Ну, готовьте что-нибудь вкусненькое. Говорите почаще, что ты у меня молодец, ты хорошо готовишься, ты обязательно сдашь. Подумать о режиме дня. Конечно, когда человек спит 8 часов, потому что есть дети жаворонки, а есть совы. Вот надо подумать, чтобы всё-таки сон был, чтобы был свежий воздух, чтобы… Знаете, ЕГЭ – это не конец жизни, что вот, может быть, кому-то надо в спортзал сходить, понимаете, а кому-то, может быть, и в кино посмотреть. То есть, чтобы человек был готов не только с точки зрения тех знаний, которые не накоплены, а с точки зрения умения прийти, спокойно сосредоточиться и показать. Вот это психологическое настроение создаётся либо семьёй, либо друзьями, либо окружающим. Кому-то, может быть, надо даже проконсультироваться у психолога, у школьного или психологической службы. И это не просто так. Это на самом деле важно, потому что… Ну, в общем, экзамен – это стресс. И особенно, когда он знает, что нужно в определённое время успеть, нужно в определённых каких-то рамках… Это вот тоже есть моменты, да, с его такие связанные. Сейчас даже есть такие точки зрения. А давайте введём без ограничений времени. Ну, без ограничений времени, и раньше это было всегда, можно писать сочинение 3 часа, 5 часов, а можно вообще 2 дня писать сочинение. Поэтому, наверное, этого никогда не будет, ограничения будет. Но вот подготовить себя к этому, настроиться на позитив, создать условия для ребёнка и взрослым немножко свои амбиции убрать, а на первое место – интересы ребёнка. Я думаю, результат будет хороший. Совсем недавно была введена система рейтингов общеобразовательных учреждений. Скажите, вы поддерживаете эту систему? Знаете, с одной стороны, рейтинг… Что такое рейтинг? Это всегда кто-то лучше, кто-то хуже. Это стремление к тому, чтобы были лидеры, и что вообще сейчас такой есть такой лидер-бренд, я думаю. Все хотят быть лидерами. Но мы понимаем по жизни, лидерами все не могут быть. Это однозначно. Другое дело, что каждый должен стремиться быть лучшим и в своём развитии, и в своих качествах, в своей профессии, ну, по всем позициям. Поэтому рейтинг как механизм. Почему рейтинг был введён? Вообще такое понятие рейтинг возник в нашей жизни. Потому что очень сложно найти показатели, которые бы реально отражали, если мы говорим про образование, да, а вот какой результат работы школы? Знаете, может быть, результат, дети, которые… Вот результат школы советской, да, мы выиграли войну. Ведь не случайно, точка зрения есть, что войну выиграл советский учитель. То есть тот, который сумел так вместе с родителями и с самой страной, создать условия, что молодые люди действительно шли на смерть за родину, понимая, что второй жизни не будет. Вот понимаете, сегодня как это, да? Сегодня мы знаем, что у нас тоже ребята такие есть, и их много. Но если мы так глобально уж так сказали. Поэтому вот рейтинги, которые сейчас внедрены, они направлены на то, чтобы, в принципе, мне кажется, самое главное – создать хорошие условия для всех детей. Есть школы старенькие, ну, есть же такие школы. Есть, которые так бы средние. Есть самые суперсовременные, которые всем-всем-всем там все технологии позволяют внедрять, потому что у них есть там даже какие-то интерактивные, много аппаратуры. Это все есть. Но если нет учителя, который этим может пользоваться, но главное – его авторитет, его умение вовлечь в предмет. Сегодня ведь основная проблема – это мотивация. Сегодня все работают над тем, чтобы ребенок был мотивирован учиться. Еще когда-то Лев Семенович Выгоцкий, наш выдающийся психолог российский, говорил о том, что наш ребенок бы и умел бы, и сделал бы, и достиг бы, но не хочет. И сегодня родители самые частые вопросы задают, а как убедить или как сделать так, что мой ребенок хотел учиться? Понимаете, как? Пример показывает учитель. Он задает. Самое главное – это вовлечь в свой предмет, вовлечь в желание учиться. И, конечно, еще вторая сторона медали – это мотивация учителя. Потому что можно иметь знания и уметь их даже преподносить детям, но сегодня старые технологии не работают. У нас буквально 20 лет назад учитель был единственным источником информации. Он приходил и давал урок. Сегодня, по большому счету, все можно узнать в интернете. То есть учитель, знаете, его так сравнивают отдельные психологи. Вот Арсен Григорьевич Осмолов пишет, что учитель сегодня навигатор. Он должен как бы показывать путь, как найти лучший путь к познанию. Я думаю, это правильно. Поэтому сегодня все меняется. Меняется система Яна Муса-Каменского. И она совершенствуется, она индивидуализируется. Для того, чтобы у детей была мотивация, у учителя была мотивация к творческой деятельности, тут много факторов. Не только зарплата, кстати. Знаете, когда-то в одной из зарубежных стран больших был такой эксперимент. В ряде территорий в этой стране повысили резко зарплату учителю. И посмотрели. И, знаете, не было такого прорыва, как мы сейчас говорим, в результатах учеников. То есть прорывы, в хорошем смысле слова, и ответы на вызовы современности, как сейчас говорят, делают в тех школах, где создана атмосфера интереса к знаниям, где есть атмосфера доброжелательности, где дети не боятся, а хотят идти в школу. Вот как её создать, вот в этом и есть ключ. Талантливый учитель, директор школы. Поэтому сегодня есть рейтинг школ, есть рейтинг директоров, учителей. Но главное, чтобы это не было самоцелью, а чтобы это был механизм к тому, чтобы действительно, может быть, учитель, который ещё не обладает всеми современными технологиями, стремился ими овладеть. И, знаете, вот я никогда не забуду, я работала учителем здесь, в Люберецком районе, и вот я помню, как мы ездили, тогда ведь были гораздо сложнее из Люберец попасть куда-нибудь в Одинцово, надо было пять видов автобусов поменять. Но мы всё равно ездили друг к другу, когда узнавали, кто какие инновации совершает, у кого интереснее уроки. Сегодня это всё можно в онлайн-режиме узнать, посмотреть уроки интересно выдающихся учителей, потому что на самом деле учитель – это залог успеха. Поэтому рейтинг вот с этой целью, как средство, как инструмент, он нужен. И то, что у нас, кстати, в Люберецком городском округе 32 школы в жёлтой зоне, что такое жёлтая зона? Это значит, есть школа, которая в зелёной зоне, есть школа, которая, вот, по-моему, 32, если я не ошибаюсь, в жёлтой. Ну и пять школ в красной зоне. А что такое пять школ в красной зоне? Это не очень хорошо, мягко скажем так. То есть это значит, что результаты, которые дают дети в этой школе, учащиеся, они не соответствуют, ну, по крайней мере, областным требованиям. И для этих педагогов, для этих директоров у нас Министерство образования Московской области ведёт курсы повышения квалификации. Ну, кадровая работа ведётся. Я считаю, что, конечно, если бы, ну, сегодня это всё открытая информация, родители могут поинтересоваться, в какой зоне их школа. Бывают, конечно, какие-то непонимания, там, бывает, что он считает, что это субъективно, но, по большому счёту, как правило, это совпадает с истинной репутацией школы. Знаете, мне кажется, главный рейтинг школы, как и детского сада, да и потом и вуза, делают ноги наши. Вот куда идут родители, хотят отдать детей, вот это рейтинг. Они знают, что в этой школе всё в порядке, в этой школе перспектива. А куда они очень хотят идти, где нет наполняемости, а куда-то мы везём. Поэтому вот что такое рейтинг, вот в этом направлении, я думаю, наверное, будут какие-то новые технологии вводиться. Но я думаю, что всё-таки на сегодняшний день это такой механизм, который как средство помогает достичь определённых целей, но не единственный, конечно. Хорошо. А что будет с этими школами, которые попали в красную? С ними всё будет хорошо. А вдруг они не повысят рейтинг? Не повысят, но включается механизм кадры. Кто должен это делать? Значит, надо подумать, готов ли кадры, которые там работают. Я говорю не про педагогический состав, в первую очередь, а про управленческий состав. Понимаете, потому что, когда школа попадает в красную зону, ну, насколько я знаю, вот эту технологию, то, естественно, проводится работа с директором, с педагогами. Выясняются причины, почему это происходит. Знаете, когда-то, я помню, опять-таки, если из опыта работы в Люберецком районе, у нас такие бельбек районы, как Ковровый комбинат, Силикат, сегодня самостоятельный городской округ, тогда это только начиналось, и мне говорили некоторые педагоги, я приезжала в школу в эти микрорайоны, мне говорили, ну, Ленин, ну, что вы от нас требуете высокого уровня оценок и знаний? У нас же вот кто же учится? Они вот только приехали, на фабрике работают, там, на заводе. Я говорю, слушайте, забудьте вот эту вашу, эти ваши причины и объяснения. У нас наши выдающиеся, выдающиеся люди в российской истории, не все из дворянских семей, а, как правило, знаете, Ломоносов-то откуда пришел? Из крестьянской семьи. А если бы тогда думали, что если крестьянский сын, то и не надо ему учиться, как вы мне говорите, вот я считаю, что мы, наша задача, это любого ребенка, определяя его сегодняшний уровень подготовки, знаний, выстроить ему индивидуальную траекторию. Это сложно, но возможно. Кстати, я недавно была, мы проводили ассоциацию учителей биологии и химии в Котельниках в городском округе, в той старенькой школе, которая там работает, где мне вот когда-то это говорили, я порадовалась уровню и качеству знаний. Они прекрасны, провели семинар для учителей биологии и химии, показали высокий уровень. Вот, все можно достичь, если захочешь. Хорошо, Лидия Николаевна, у нас заканчивается наш эфир. Очень много тем хочется с вами обсудить. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Спасибо за приятную беседу. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, напоминаю, вы смотрели программу «Открытый диалог». У нас сегодня в студии была доктор педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации и депутат Государственной Думы Лидия Николаевна Антонова. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. Берегите себя и близких. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова